Российские войска продолжают бомбить портовую инфраструктуру Украины. Вчера вечером российская армия несколько часов атаковала Юго-Одетской области беспилотный камешахет. Несколько взрывов произошли в порту Измаил, всего в нескольких десятках километров от границы с Молдовой. К сожалению, один человек был ранен, разрушения колоссальные. Эти кадры запечатлели жители румынской прибрежной части Дуная. На видео, опубликованных в социальных сетях, слышно было, как летают дроны один за другим, а затем следуют взрывы в Измаильском порту. По словам очевидцев, в украинском ПВО было сложно ликвидировать шахеды, поскольку они летели без освещения, и их можно было идентифицировать только по звуку. Три взрыва подряд были засняты на одном трехминутном видео. Глава Одесской ОВА Али Кипер в своем телеграмме сообщил, что тревога работала на протяжении трех часов. В результате атаки измаильская портовая инфраструктура оказалась разрушена, а водитель грузовика на рабочем месте получил ранение. По данным ВВС Украины, с 33 беспилотников было уничтожено только 25, большая часть которых была нацелена на Дунайский порт Ирени, Измаила и Килии. Видим в очередной раз атакованную Одесскую область, южные районы, там где сосредоточена, и портовая инфраструктура, и зерновая индустрия. Мы понимаем, что враги дальше продолжают бить по этому промышленному сектору, и каждый раз сосредотачивают туда свои беспилотники. На сей раз атаковали с трех направлениях. После полудня в украинских телеграм-каналах появилась видеозапись горящих силосов после вчерашней ночной атаки. Атаки на измаильские порты начались на фоне решения экспортировать зерно через Дунай, после того, как Россия отказалась продлить черноморскую зерновую инициативу. В последние дни бомбардировки усилились, а часть уничтоженных дронов обнаружили на территории Румынии в уезде Тулча. После того, как информацию подтвердила комиссия экспертов румынского Минобороны Румынии, Бухаре заявил о своей обеспокоенности ситуации и уведомил руководство НАТО об усилении безопасности в этой зоне. Сегодня в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Толтенберг заявил, что у НАТО нет никаких признаков того, что остатки беспилотников, найденные в соседней стране, указывают на преднамеренное нападение Москвы на Румынию. Румынские власти подтвердили и проинформировали НАТО, что вблизи границы с Украиной были обнаружены обломки возможного беспилотника. Вчера на своем очередном заседании они проинформировали союзников Палеосу обо всех своих выводах, расследование продолжается и демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев. У нас нет информации, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов расследования. По словам Столтенберга, независимо от результатов расследования, НАТО сохраняет бдительность. После аналогичных инцидентов на территории Польши и Молдовы, НАТО увеличило свое присутствие на Востоке и внимательно следит за тем, что происходит вблизи границ альянса.